Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить все лайки. На повестке экономического календаря на этой неделе данные из США. Это статистика по инфляции, которая, как мы помним, напрямую влияет на будущее решения Федрезерва, касающиеся ключевой процентной ставки. От того, на какую ставку мы в итоге будем наблюдать в конце этого года, от этого уже зависит, как далеко и высоко сможет подняться доллар и какое давление он окажет на рисковые инструменты. Еще раз, на этой неделе ждем блок статистики по промышленной инфляции и основному индексу потребительских цен. Это последний важный блок макроэкономических данных перед заседанием Федрезерва, который состоится 1 ноября. И напомню, что как раз на ноябрьском наседании есть высокая вероятность того, что ФРС пойдет дальше и снова повысит ключевую процентную ставку. Также по статистике на этой неделе предлагаю обратить внимание на пятничные данные по торговому балансу Китая. За китайской экономикой сейчас нужно следить, потому что на фоне обвала рынка нефти, который произошел на прошлой неделе, после этого форс-мажорного, скажем так, ценового обстоятельства, мы должны найти больше аргументов для того, чтобы впоследствии откупать нефть в расчете на восстановление спроса и то, что этот спрос будет существенно превышать предложение. Давайте по порядку. Индекс доллара, текущие котировки 106.05. В комментариях, друзья, вы спрашивали относительно дальнейших ориентиров по данному инструменту и вообще о потенциале роста доллара. Хочу отметить то, что потенциал роста доллара сохраняется, причем он остается значительным. И стоит выделить несколько аргументов, которые поддерживают идею того, что индекс доллара легко может выйти на новые локальные максимумы. Во-первых, это ожидание того, что ФРС действительно повысит ключевую процентную ставку, причем мы понимаем, что это может произойти, учитывая сохраняющиеся риски дальнейшего роста инфляции на фоне того, что буквально некоторое время назад котировки нефти обновили многомесячные максимумы. Да, не скорректировались, но есть такое понятие, как такое гэп воздействия на ценовую конъюнтуру. И мы можем увидеть еще последствия вот этого скачка цен в виде логичного повышения стоимости всего, опять же, что касается экономики. И рост инфляции как раз на этой неделе мы с вами сможем убедиться в том, что происходит вообще с ценами на американском рынке, может побудить Федрезерву пойти на еще одно ужесточение политики на 25 базисных пунктов, соответственно, в результате чего ставка ключевая может вырасти до 5,75. Это не просто также голословные заявления и мнения тех, кто около рынка. Это еще и как бы рассуждение на тему того, что уже было сказано представителями американского регулятора. В частности, глава ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер, ее, кстати, называют одним из самых влиятельных чиновников американского регулятора, на прошлой неделе ясно дала понять, что без одного повышения ставки ФРС еще без одного повышения я не успокоится, потому что инфляция по-прежнему существенно выше целевого ориентира. Член Совета управляющих ФРС Мишель Боуман также отметила, что да, есть прогресс снижения инфляции, но американскому регулятору предстоит проделать еще большую работу, поэтому как минимум одно повышение ставки мы еще можем увидеть. Это доказывает то, что среди голосующих членов американского регулятора есть позиции и мнение того, что рано еще сходить с пути проведения более жесткой монетарной политики. Для нас, для тех, кто следит за курсом американского доллара, это, соответственно, аргумент, указывающий на то, что доллар может снова добить новые локальные максимумы. Второй момент — государственный бюджет. Если вы думаете, что обсуждение этой темы уже ушло на десятый план, и теперь эта тема неактуальна, а тема государственного бюджета плотно переплетается с темой шатдауна. Это не так, друзья. Тема государственного бюджета и потенциального шатдауна все так же актуальна. Дело в том, что политики, американские демократы-избубликанцы на прошлой неделе просто выиграли время. Они фактически приняли законопроект предварительный, который позволил продлить финансирование государственных учреждений на 45 дней до 17 ноября. После чего мы снова вернемся к понятию вот этой неопределенности того, что будет дальше, и что, если финансирование государственных учреждений будет приостановлено. Что будет тогда с экономикой и так далее. Это предвестник самого настоящего кризиса, и эта тема сохраняет свою актуальность. Какой ценой удалось договориться политикам? Кевин Маккарти, который, по сути, является лидером Палаты представителей, лишился своего поста. Многие считают, что он прогнулся, по сути, перед демократами. Есть сторонники наиболее жесткой линии переговоров по вопросу государственного бюджета. Это, опять же, республиканцы. Они были недовольны работой Кевина Маккарти. Поэтому после его отставки, я думаю, что следующий раунд переговоров будет крайне интересным. И при новом руководстве уже в Палате представителей, я думаю, что республиканцы уже не пойдут навстречу демократам. Поэтому, кто знает, друзья. Возможно, к середине ноября мы с вами действительно начнем готовиться к высокой реальности и вероятности этого шатдауна. Неопределенности в данном свете – это фактор поддержки для курса американского доллара. И третий аргумент – это, безусловно, нельзя обойти стороной сильную американскую статистику по Non-Farm Pearls, данные, которые вышли в пятницу. Общее количество новых рабочих мест – 336 тысяч, в два раза лучше, чем прогнозировали эксперты. Это лучший показатель за последние 8 месяцев. Уровень безработицы 3,8%, да, мог бы быть пониже, но в данном случае есть то, что есть. Средние темпы роста заработной платы – 4,2% в годовом выражении. В принципе, при таких цифрах можно допускать возможность сохранения высокого инфляционного давления, что в целом оправдывает, опять же, более жесткую позицию американского регулятора, касающийся ключевой процентной ставки. Отсюда ожидание по индексу доллара, то, что этот инструмент сможет сохранить восходящую динамику и прорваться выше 107 пунктов. Золото – 1852 доллара за тройск фонусу. Сейчас может показаться, что на фоне геополитических рисков, из-за ситуации, опять же, в Израиле, золото – очень хороший кандидат на покупку. Но я посоветовал бы вам сейчас не принимать никаких торговых решений, потому что есть очень много факторов, которые легко могут перевесить геополитику. Это, в частности, значительный рост доходности американских облигаций, 10-летних бумаг, 30-летних бумаг. Это потенциальное укрепление курса американского доллара. Последний отчет американской комиссии по торговле товарными фьючерсами, CFTC. Общее количество спекулятивных позиций по золоту сейчас находится ниже 100 тысяч. Я даже не припомню, когда в последний раз мы видели такие низкие показатели. И рыночный сантимент по-прежнему. Большинство находится в покупках 60% против 40%. Да, это не такие красивые уровни, как 80-20, к которым мы привыкли. Но все равно толпа сейчас золото покупает. И я привык вообще проводить аналогии потенциальных действий на основании сантимента с позицией того, что нельзя быть вместе на одной стороне с толпой. Поэтому в отношении золота я бы сейчас не рекомендовал принимать каких-либо торговых решений. Американский фондовый рынок S&P 500 4305 пунктов. Здесь рекомендую шорт. Опять же, ожидание повышения процентной ставки в США. Потенциальный шатдаун и значительный рост доходности американских облигаций. И 10-летние и 30-летние бумаги сейчас бьют рекорды с 2007 года. Но не может на таком фундаменте расти фондовый рынок. Европейская валюта против доллара 1,0550. Ждем снижения евро. Последующий тест поддержки 1,05. Во-первых, потому что бычье настроение по доллару. Во-вторых, очень мрачные перспективы европейской экономики. Особенно касающиеся немецкой экономики. Немецкая промышленность сохраняет тенденцию в нисходящее снижение. Данные рейтерс свидетельствуют о том, что рецессия уже состоялась. В принципе, произошла в немецкой экономике и в этом году ожидается спад на 0,4%. Британская валюта против доллара 1,2197. На прошлой неделе мы чуть-чуть не дотянули до нашей долгосрочной цели 1,20. Лоу был 1,2036. Но учитывая, как драматически снижаются доходы британских домохозяйств, ухудшается уровень жизни, я думаю, что 1,20 мы все-таки увидим. Поэтому шартовая сделка здесь при сети. Доллар иена 149,13. Наша цель была 150. Мы ее благополучно сделали на прошлой неделе, как ожидали. Что после того, как данный уровень был протестирован, вмешались японские власти с валютным интервенцией, в результате чего пара свалилась сразу на 300 пунктов. Но здесь стоит отметить, что сами японские власти пока не подтвердили и уже не подтвердят, что был какой-то с их стороны механизм запущен, воздействие. Но это, на мой взгляд, очевидно. Сегодня доллар и иену снова выкупают. И я думаю, что спекулятивно это снова интересная возможность, чтобы повторно купить. И также с целевым ориентированием на отметке 150. Уверен, что данная крайне рискованная, но очень интересная спекулятивная сделка стоит того, чтобы попытать удачу в ней. И рынок нефти 87.66, текущие котировки. На прошлой неделе опасения, которые связаны с касающейся спроса, взяли вверх над опасениями, связанными с предложениями. Но какой-то серьезный фундаментальный фон на рынке так и не сложился, за которого можно было бы отказаться от долгосрочных сделок по покупкам нефти. Да, пытались на текущий обвал натянуть фон, связанный с тем, что мониторинговый комитет ОПЕК принадлежит ничего не менять по квотам. И есть даже предположение, что страны ОПЕК готовы будут увеличить объем нефтедобычи. Но это просто гипотезы, которые пока что не подтверждаются. Сегодня, кстати, из-за геополитических рисков, которые возросли на выходных, нефть снова активно выкупают. Но я предлагаю дождаться уже китайской статистики в эту пятницу, посмотреть за данными по торговому балансу, и только после этого принимать повторные решения торговые о конкретных действиях в отношении рынка нефти, бренд и WTI. Пока что без конкретных сделок. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока.